всех приветствую друзья это канал веселый инженер меня зовут андрей и в этом выпуске мы поговорим почему технические профессии в частности машиностроительное направление это самое сложное чему вы можете вообще учиться получаю среднее специальное или высшее образование и при этом считается одной из самых низкооплачиваемых погнали и так друзья я вам расскажу такую историю когда я поступал в технику мне сказали так что машиностроительный факультет это самый сложный факультет но меня манила эта техническая романтика и я решил все-таки поступить именно туда первые курсы мы параллельно учились с ребятами которые получали образование экономическое юридическое и так далее то есть гуманитарные науки какие-то да эти ребята учились наравне с нами и мы в принципе не чувствовали никакой разницы прошел один год и даже наверно третий семестр то есть половина второго года и начали специальные предметы и при этом все специальные предметы которые начались у наших коллег были намного проще чем предметы которые начались у нас то есть почему проще потому что в тех предметах которые так называемые гуманитарные науки они изучают в основном теорию то есть теоретические знания да конечно это все нудно не интересно порой нужно зубрить заучивать да но там есть вариант то есть есть шанс если ты даже валишь до полностью сессию не можешь сдать ты можешь просто сесть взять учебник и выучить всего наизусть и прийти и сдать на технических же профессиях намного все сложнее чем дальше тем больше уйдет углубление в саму профессию сложно эта профессия сложна именно тем что здесь важно понимать суть процесса знать как происходит что-то порой кажется что ты уже понял но когда те начинают спрашивать что-то более-менее отходящие темы ты понимаешь что в принципе тебе еще многое в этом не ясно сначала я это не осознавал и мне казалось что можно просто учить определение хотя я был таким средним учеником и я пытался это делать уже ближе к третьему курсу техникума на третьем курсе вернее я уже понял что учить в принципе бесполезно да если ваша задача получать просто хорошие отметки вы можете зубрить каждое задание выходить нас к рассказывать его наизусть и многим преподавателям в принципе этого вполне достаточно но попадались на моем пути учебном такие преподаватели которые в принципе не хотели слышать дословный пересказ учебника или конспекта а именно спрашивали что тебе было ясно или не ясно задавали какие-то задачки в частности такой преподаватель у нас был по технологии машиностроения такой преподаватель нас был по резанию металлов такой преподаватель нас был о гидравлике гидроавтоматики то есть вот эти преподаватели она не спрашивали именно что нам понятно и тут как говорят в известном анекдоте тут карта мне и пошла я в принципе понял что я неплохо понимаю мне нам начало легко даваться вся эта металлообработка режимы резания да вот это все все процессы я стал их просто как говорится хватать на лету это с одной стороны сыграла со мной потом и злую шутку потому что я перестал уже сильно учить все что-то читать мне казалось что я уже все в принципе понимаю да но потом я понял что это не так и начал все от обратного чем еще сложно такая профессия именно машиностроительная так это технические профессии тем что очень много различных чертежей схем кинематических и просто каких-то чертежных редукторов вот этой всей такой вот чертежной до романтики которые нету абсолютно на гуманитарных этих факультетах там все в принципе измеряется буквами таблицами какими-то минимальными такими схемками наводящими и поэтому я считаю что на этих факультетах учиться намного проще но как сказать если вы учитесь и начинаете понимать весь процесс машиностроение которое у вас есть то вам техническая специальность дается достаточно легко хотя попотеть на чертежами дано стеклофоном каким-нибудь ну сейчас уже все делается на компьютере стеклофонов нет вам все-таки придется если кстати у тебя есть интересная история из учебы ты пожалуйста расскажи мне и комментариях мне будет очень интересно почитать что касается гуманитарных наук как один мой товарищ говорит пойду сделаю диплом дата стату осталось уже четыре дня до защиты я бы никогда в жизни не сделал быть диплом за четыре дня потому что у меня было 9 чертежей и достаточно большой объем самой записки где не просто было надо было переписать какие-то странички даст какой-то книги нужно было проводить расчеты эти формулы писать и так далее все это оформлять согласно определенным стандартам как и конструкторскую документацию а как ты считаешь принципе где сложнее учиться на техническом факультете или где-то на экономическом пиши в комментариях не забывай ставить лайки поделись со своим другом который гуманитарий или с технарем пускай тоже посмотрим всем добра пока пока